Дорогие братья и сестры, мы знаем с вами удивительные слова, которые сказал Христос. «Я свет миру, — сказал наш Спаситель, — и кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Сколько святых последовало за Христом! Кто были эти люди? И князья, и княгини, и священнослужители, и монахи, и воины, простолюдины, женщины, дети, и больные и здоровые, услышав этот призыв Христа, что Он есть свет, идя за которым расточается всякая тьма, последовали за Ним и воистину возымели свет вечной жизни. И сегодня, когда мы прославляем всех русских святых, мы еще раз для себя подтверждаем и убеждаемся, что следование за Христом для каждого человека является тем самым путем спасения, о котором Сам сказал Христос. Что значит последовать? Сегодня мы слышали Евангелие о том, как Христос призвал своих апостолов, и они оставили сети свои и последовали за Ним. Они были рабаками, они оставили все свои житейские дела и последовали за Христом, чтобы проповедовать повсюду Христа распятого и воскресшего. И вот сегодня, дорогие братья и сестры, каждый из нас должен задать себе вопрос, а как я слышу этот призыв? А в моем сердце отзывается это слово Христа. Последуйте за мной. Вы не будете ходить во тьме. Вы, стоящие сегодня в храме, вы все слышащие это слово. Вы будете иметь жизнь вечную. Неужели ради этого не стоит оставить многую суету земную и последовать за Христом? Но кто-то спросит, я не могу оставить все, я не могу все бросить. Но разве Христос предлагает бросить? Он, наоборот, предлагает взять свой крест и последовать за Ним. Вот почему не каждому, безусловно, можно стать апостолом, как апостолы пошли за Христом, всецело подвязаясь в проповеди Евангелия. Сколько было тех, которые служили апостолам, имением своим. И мы с вами знаем, святые жены мироносицы, они последовали за Христом, служа Ему имением своим. Значит, каждая женщина, служа добру, любви, ценностям семьи, любви и верности, она любит своего мужа. Она в вере воспитывает своих детей, дальше внуков, а далее и правнуков, и следует за Христом, и ведет за собою ко Христу своих родных и близких, рассказывает о Господе, рассказывает о том, что услышала в церкви, что слышала от тех, кто верит в Господа, и следует за Ним. Рассказывает о том, что прочитала в Евангелии, о том, что прочитали в житиях святых, вот так, смиренно, скромно, на каждом месте, каждый человек может последовать за Христом. Ведь Спаситель сказал, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую и Я перед Отцом Моим Небесным. И всякий, кто говорит среди людей о Христе, не просто о каких-то суетных, сплетних разговорах, а напоминает людям о вечности, о бессмертии души, о совести, о жизни по совести, о исправлении своей жизни, уже следует за Христом. У Клайбла Льюиса есть замечательное выражение. Сначала Бог говорит с человеком шепотом любви, затем голосом совести, и лишь потом рупором скорбей. И действительно, если человек не слышит этот тихий, светлый призыв, следуй за мной. Это не значит брось все. Поверь в этот свет. И ты будешь иметь свет жизни. Поверь и изменись. Не греши, чтобы не случилось с тобой впредь чего горше. Если ты не знал Господа и не ходил в церковь, ходи. Каждое воскресенье исполняй по заповеди Божьей, шесть дней трудясь, седьмой день посвящай Господу Богу Твоему. Если крал, впредь не кради. Если прелюбодействовал, впредь не любодействовал. Если лгал, впредь не лги. Если завидовал, впредь не завидуй. Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим, всей душою Твоей и всем помышлением Твоим, и ближнего своего, как самого себя. Не делай другому того, чего не желаешь себе. И живи на том месте, где ты живешь сегодня. Работай в том месте, где ты работаешь сегодня. И твое жительство будет скромным, смиренным следованием за Христом. Смотрите, как это всем нам доступно. Ведь доступно же было всем русским святым последовать за Христом. Почему и Русь нашу называют святою? Потому что она была прославленными теми, кто жил до нас на этой земле. Русь называют святою. Потому что люди, которые жили на нашей земле, не только строили храмы, не только ходили сюда, но и жили по вере. Они старались сохранить семью, не разводиться, не блудить, не изменять, воспитывать в вере в Бога своих детей. Но пришли те, которые сказали, Бога нет. Не надо ходить в церковь. Не надо молиться. Не нужна Евангелие. Нужны новые идолы. Нужны новые кумиры. И люди обманулись. Люди обманулись и предали Христа, и поверили в некое счастье на земле без Бога. А без Бога счастья не бывает. Без меня, сказал Христос, ничего же творить и не можете. Вот, дорогие братья и сестры, всякий, кто призывает вас ко Христу и Его Церкви, это люди с тем голосом, который нужно слушать и следовать за Ним. Всякий, кто вас отводит от Христа и Его Церкви, не слушайте тех людей, потому что они зовут вас за собою, а не за Христом. Ведь только Христос есть свет миру. Он так и сказал, Я свет миру. И кто последует за Мною, за Христом, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь жизнь вечную. Давайте же в сегодняшний праздник всех русских святых, вспоминая их, постараемся по мере своих сил на месте своего служения, своей работы, своей жизни последуем за Христом верой. Верой в то, что Христос живой. Верой в то, что Он основал Церковь, посещая которую и живя в которой, и мы с вами можем спастись. И, наконец, где бы мы ни находились, будем и словом, и делом, и жизнью своей исповедовать Господа нашего Иисуса Христа, пришедшего в мир, воплотившегося от Пречистой Девы Марии, пострадавшего за грехи всех людей и воскресшего в третий день по Писанию. И если так будем веровать, и пронесем эту веру до конца своих дней, то спасемся. Сегодня я хочу оставить вам завещание. Завещание того, чтобы каждый из нас как можно чаще призывал имя Господне. Ведь всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Это тоже исповедание веры. Сидишь и молишься, едешь в транспорте, готовишь, работаешь, трудишься и молишься. Ты уже исповедуешь Христа трудом своим и молитвой своей. И вот так поживи. Но самое главное, перед тем самым последним моментом нашей земной жизни исповедуйте Господа. И с именем Господа на устах переходите в жизнь вечную, в лучшую жизнь там, где Христос и все святые в земле русской просиявшие. Господи Иисусе Христе, в руцы Твои предаю Дух мой. Ты меня благослови, Ты меня помилуй, и жизнь вечную со всеми святыми даруй. Вот это и будет жизнь, которую каждый из вас может посвятить Господу. С праздником, дорогие! Мир вам! И пусть все русские святые, которых сегодня мы прославляем, помолятся о нас, грешных исподобят нас быть вместе с ними. Там, где мы сегодня живем на их земле, а там, где они воцарились, исповедуя Господа Иисуса Христа, Которому со Отцем и Духом вечная и благая слава. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok